Здравствуйте! Мы продолжаем визуализировать ответы, которые получились при помощи сервиса помощь агронома от DirectFarm. Однажды поступал вопрос из Ульяновской области. Вопрос звучал следующим образом, что набирают обороты соевые бобы в связи с их высокой ценой, а соответственно рентабельностью. И интересовало участника системы особенности возделывания сои, но основные акценты попросили уделить системе удобрений и процессу уборки при наименьших потерях. Поэтому наша следующая тема «Соя. Технология возделывания». Назовем ее часть первой, потому что мы здесь не будем рассматривать вопросы защиты растений от сорной растительности и от болезней. Это мы рассмотрим в следующих разделах. Были подобные вопросы, поэтому следите за нашими выпусками. Обязательно подписывайтесь на канал. Каждую среду, как мы обещали, будем выпускать по одному визуализированному ответу. Итак, в данной серии мы рассмотрим требования к условиям возделывания соевых бобов, особенности посева, инокулянт, удобрения, макроудобрения азот, фосфор, калий, также микроэлементы. И большой раздел интересной особенности уборки, а также место в силуобороте соя. Начнем. Требования к условиям возделывания. Как известно, соя – это культура муссонного климата, и она предъявляет повышенные требования к обеспечению теплом и влагой. Допустим, тот же коэффициент водопотребления сои, он равен 220 мм на тонну. Это нефиксированное значение. Но если сравнивать, допустим, с средними какими-то значениями пшеницы, это всего 120 мм. Соответственно, различие практически в два раза. Соя – это культура короткого дня, поэтому с успехом можно возделывать только сорта скороспелых групп. У них меньше реакция на фотопериодизм. Соответственно, это надо учитывать в наших условиях. Короткого дня. То есть, чем короче день, тем лучше. Ее с успехом возделывают в Краснодарском крае, на широте там 45, по-моему, и также на Дальнем Востоке, в Благовещенске, допустим. Следующий раздел. Посев. Соя – культура позднего срока сева. И агрономы отмечают, что необходимо дождаться температуры прогревания почвы до 16 градусов Цельсия. Особенно, если сев производится с обработкой инокулянтами. Это очень важный момент. Глубина посева от 2 до 4 см. То есть, глубже не рекомендуют, в связи со способом прорастания семян, появление в фазе петельки семидольных листьев. Норма высева. Так как сорта в умеренно-континентальном климате рекомендуют ультраскороспелые и скороспелые детерминатного типа, соответственно, норма высева рекомендуется в районе от 45 до 55 штук на метр квадратных. По опыту одного из агрономов, они ставили опыт с разными нормами высева. Нормы высева были 400, 600, 750 тысяч семян на гектар. И две разные ширины междуряди. То есть, в 2017 году разницы по их опыту в урожайности не ощутили. То есть, ее не было и они как бы сами удивлены, почему так произошло. И сослались на то, что необходимо все-таки учитывать рекомендации именно каждого конкретного сорта. В опыте участвовали сорта Белявка и Максус. Значит, с чем еще связано? Соя не любит загущенных посевов, а точнее она не любит затенения. То есть, если растения будут затенены, соответственно, появляется абортируемость цветков. То есть, она сбрасывает цветки и снижается уровень крепления нижних бобов, что вызывает потери при уборке. Инокулянт. Для своей обязательным моментом считается обработка посевного материала азотфиксирующими бактериями, ризоторфин, что может при правильном применении заменить большие дозы азотных удобрений. Там приводились цифры порядка от 90 до 150 килограмм на гектар. Не рекомендуется проводить протравливание семян совместно с инокуляцией, за исключением, пожалуй, одного действующего вещества, это фундазол. Как правило, протравливание семян производится за благовременно до посева, а инокуляция при посеве семян сои. Удобрения. Больше 90% макроэлементов соя потребляет, начиная с фазы цветения, также налива бобов и созревания. Цветение, налив, созревание. Вынос элементов питания по азоту, по сои находится в диапазоне от 50 до 73 килограмм на тонну продукции основной с учетом побочной. По фосфору от 14 до 19 килограмм. И у калия этот предел от 29 до 43. Азот. Судя по данным выноса азота сои, она предъявляет повышенные требования к азотному питанию. Есть мнение, что до 70% азота потребляется за счет азотфиксации симбиотической клубеньковыми бактериями из воздуха. Но в том случае, если у вас есть сомнения, что вы применили качественный ризоторфин при инокуляции, либо вы совсем не проводите инокуляцию, либо вы производите посев на поле, где сои никогда не было как предшественника в севообороте, то вам необходимо задуматься об основном внесении азота, азотных удобрений, либо при посевном внесении азотных удобрений. Далее мы перейдем к подкормкам. То есть, агрономы отмечают, что подкормки азотными удобрениями эффективны. В каких случаях они эффективны? То есть, принять решение о необходимости подкормки азотом можно по состоянию клубеньковых бактерий. Если их на корнях мало, там, придет, допустим, 5 штук, и они серого цвета, соответственно, азотфиксация протекает слабо, и необходимо принять решение о подкормке азотом. Если клубеньковых бактерий достаточно много, они розового цвета, соответственно, азотфиксация идет активно, и азотную подкормку можно не применять. Агрономы отмечают, что азотную подкормку можно провести как кассом, так и карбамидом. Также карбамиду, такую же схему, как мы обсуждали в прошлом видео про особенности применения карбамидом, добавляют сульфат магния. Примерно такие же пропорции, это на 10 килограмм карбамида 2-3 килограмма сульфата магния. Закладывал один из агрономов опыт, и две подкормки в фазу налива бобов показали хорошую эффективность как на прибавку в урожайности, так и на повышение качества, то есть содержание белка, протеина в соевых бобах. В дополнение по подкормке, то есть подкормку рекомендуют агрономы в наших дискуссиях проводить 3-процентным раствором карбамида. В физике 5-10 килограмм. Ну и соответственно, это на 300 литров воды, если 10 килограмм, и на 150 литров воды, если это 5 килограмм. Если у вас есть особое мнение по концентрации карбамида именно на культуре соя, то обязательно напишите его в комментариях, потому что очень понравилась ваша активность в прошлом видео, то есть у всех разные зоны, разные условия и разные мнения. Все мнения для нас очень важны. Фосфор и калий. Потребность фосфорных удобрений к усой в начальные периоды вегетации, но фосфор и калий, он вносится исходя из потребности культуры и содержания данных элементов в почве. То есть агрономы рекомендуют делать агрохимический анализ почв и исходя из выноса и содержания в почве данных элементов производить внесение и расчеты внесения доз фосфорных и калийных удобрений на планируемую урожайность. Микроэлементы. Микроэлементы очень важны для сои, такие как марганец, бор и так далее. Но основной акцент агрономы делают на таком микроэлементе, как молибден. Молибден, он входит в состав ферментов, которые участвуют в симбиотической азотофиксации клубеньковыми бактериями, нитрогеназах. И при его нехватке, то есть активность данных процессов снижается. Что отмечают агрономы? Не стоит вносить молибденовые удобрения вместе, совместно с инокулянтами при инокуляции семян. Лучше заблаговременно с протравливанием их внести, либо уже сделать подкормку молибден, содержащий микроудобрениями, по листу. Уборка. Какие особенности при уборке сои? Сои убирают прямым комбинированием. Когда листья уже опали, семена сухие, твердые и при надавливании ногтем большого пальца не плющатся. То есть оптимальная влажность при уборке сои от 12 до 16%. Если влажность будет ниже, то соответственно бобы растрескиваются и семена снова набирают в себя влагу. Если влажность будет выше 16%, то будет повышаться процент дробленого зерна, что также негативно влияет на качество. Высота среза. Значит, так как специфика сои это низкое крепление нижних бобов, то высоту среза необходимо обеспечить минимальную. То есть порядка 7-8 сантиметров. И заблаговременно до посева сои поле должно было быть выровнено. Значит, агрономы рекомендуют использовать узкозахватные жадки при уборке. То есть порядка 3-5 метров. Либо жадки типа флекси. Для снижения потерь при уборке. Потому что потери в основном при уборке сои идут на жадки. По поводу сушки. Необходимо аккуратно сушить и температурный режим не больше 30 градусов по Цельсию. Также рекомендуют меньше передвигать механического воздействия на семена с целью снижения повреждения семян сои. Значит, также длительное хранение возможно сои при влажности меньше 11%. И поговорим о месте сои в севообороте. То есть, сою не рекомендуется возвращать на прежнее место в севообороте раньше, чем через 2 года. Также не рекомендуется производить посев сои после других зернобобовых культур и после зернобобовых многолетних трав в связи со схожестью болезней, вредителей зернобобовых культур. Значит, есть мнение, что первый посев сои на поле можно проводить 2 года подряд. То есть, и во второй год потребность в инокуляции семян отпадает. То есть, почва уже будет заражена клубинковыми бактериями. И также агрономы еще отмечают, что в севообороте с соей не рекомендуется иметь подсолнечник. Потому что его падалица очень долго по годам сходит и в сои с ней очень сложно бороться. Ну, в принципе, мы первую часть осветили сои технологии возделывания. То есть, и обязательно, если у вас есть свое мнение, пишите то, что мы упустили в данной теме, то, что мы не осветили. Обязательно деритесь своим мнением. С чем-то вы не согласны, тоже обязательно пишите комментарии. Ну, а мы в свою очередь ссылки в описании разместим на текстовый вариант данного поста. и присоединяйтесь к площадке Директфан, группе ВКонтакте лаборатории агрономии. Участвуйте в дискуссиях, получайте вознаграждение за свой уникальный опыт. Ну, и мы в свою очередь вот еще вам хотим рассказать, кто еще не знает. То есть, данная линейка была изобретена совместно с группой агрономов, которые дискутировали, как она должна выглядеть. Вот она вот такая получилась. Она в наших видео по экспериментам, по исследованию технологии возделывания дискования вспашка наутил фигурирует. Можете посмотреть, как мы ее там используем. То есть, и кому она нужна, Директфарм-компания присылает ее бесплатно. Тем, кто зарегистрирует свою компанию и подтвердит, что они реальные сельхозпроизводители, вы получите на почте свою линейку и также можете использовать ее в производственных условиях. Ну, спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok